Сейчас вот это то, что многие политики называют мировое правительство, силы Запада, там как Жириновский, мировое закулисье, это и есть. И сейчас, начиная со времен Древнего Египта, вот эта мафия, которая управляет процессами на планете Земля, она мигрировала, и сейчас ее основная штаб-квартира это Швейцария. Кстати, вот информация к размышлению, многие зрители наверняка смотрели фильм «17 мгновений весны» про Штирлиц, если там помните, вот вся Европа полыхала в пожарах войны, а доктор Плечнер кормил лебедей в Женевском озере и спрашивается, если фюрер был такой лихой и малый, то почему бы ему не взять и не грабануть швейцарские банки, там же ведь деньги, золото лежало, а Гитлер туда не пошел. То есть Швейцария была неприкосновенной. Почему? Да потому что Гитлер прекрасно понимал, что в Швейцарии находятся его хозяева. И весь победный марш Гитлера по Европе был ничем иным, как сдача ему под единое руководство всего людского промышленного и военного потенциала Европы для броска на СССР. А зачем? А дело в том, что осуществляя вот эту самую глобализацию, вот эти глобализаторы, они подвели человечество к глобальному системному кризису. И ее уже мы продаем. Я вот помню маленьким мальчикам, то есть я из-под крана запросто воду пьешь и в общем никаких проблем. А теперь из-под крана вряд ли кто воду пьет. Даже детишки уже не пьют. Они знают, бутылочки надо покупать, продавать там, из них водичку пить. Следующая проблема, вот в этом смысле, чтобы представить ее, как она решается. Вот представьте, мы та самая мафия. Мы живем в Швейцарии. Вот. А в Чернобыле как жахнуло, как говорил Петруха, помните, в белом солнце в пустыне. И радиоактивное облачко-то может до нас докатиться и с неба дождичек может покатать. Продолжение следует...